Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня я расскажу вам об очередном проекте, релиз которого ждать многие любители повыживать и пострелять. Про игру Пионер. Пока мы все ждём Ждалкер 2 и новую игру в вселенной Метро 2033, кто-то ждёт DDB4, а кто-то уже ничего не ждёт и ни во что не верит, российский разработчик GFA Games сделает свою многопользовательскую игру с Blackjack'ом и постапокалипсисом. Игра явно вдохновлялась Сталкером и Метро, но при этом является мультиплеерным проектом, на который многие возлагают большие надежды. Я к своему стыду почти ничего об игре не знал, пока добрые люди в комментариях к видосу про DDB4 не рассказали мне о ней. И в этом видео мы вместе попробуем разобраться про что игра, какая у неё завязка и сюжет, посмотрим на графику, геймплей, обсудим обещания разработчиков и другие известные подробности игры. Ну и в конце, как всегда, подведём итоги, чего же нам можно ждать от этой игры и стоит ли вообще её ждать. Ну а перед этим, как всегда, самый лучший, красивый подписывается на Телегу и на Твич. А те, кому понравилось видео, ставят лайк и подписываются на канал. А мы начинаем, погнали! Итак, давайте сначала поговорим о разработчике и разработке игры, а далее перейдём к сюжету, геймплею и её наполнению. О разработчиках на самом деле известно не так много, дело в том, что компания GFA Games очень молодая. Она была основана в 2017 году людьми, которые принимали участие в разработке таких игр, как Салкер 2, Сердце Чернобыля, Atomic Heart, Metro Exodus, Orange Cast и Kings Bounty. И, насколько я понял, пионер является первой игрой студии. И раньше я бы тут сказал что-то вроде, ну вот, первая игра, ещё наши разрабы точно выйдет по раше. Однако я научен опытом Atomic Heart, которая тоже была первой игрой от команды Moonfish. И я был настроен к этой игре крайне скептично, а она вышла просто охрененной. К тому же пока за GFA Games не было замечено никаких косяков, а-ля даунгрейт графики и тому подобное, как это был, например, The Day Before. Так что тут я настроен оптимистично. Как я понимаю, разработка игры стартовала почти сразу после создания компании. Сначала игра называлась Reborn, занималась ей всего 25 человек, и никаких официальных анонсов не было, так как это был скорее концепт. До момента появления первого трейлера в мае 2021 года. Трейлер произвёл очень хорошее впечатление на публику. Все отмечали приличную графику, приятную нашему человеку атмосферу и отличную озвучку. Однако впечатлились не только игроки, но и инвесторы. Вездесущий китайский Tencent в ноябре 2021 года проинвестировал в GFA Games, что позволило увеличить штат и количество людей, работающих над игрой. Если кто вдруг не знает, то Tencent также вкладывались и в Moonfish, и их Atomic Heart. Остаётся надеяться, что китайцы хорошо разбираются в перспективных российских проектах, они просто удачно выстроились с Atomic Heart. Тем не менее, выход в пионеры, изначально запланированный на 4-й квартал 2021-го, начало 2022 года, был всё же перенесён сначала на 2023, а потом и на 2024 год. Конечно, переносы релиза в наше время — дело привычное, но я надеюсь, GFA Games сильно с выходом игры затягивать не будут. Не хотелось бы получить ещё одного ждалкера. В августе этого года глава студии GFA Games заверял в интервью СтопГейм, что игра уже проходит стадию полировки, и что в данный момент на ней работают больше 100 человек. Будем надеяться, что это правда, релиз действительно не за горами. В пользу этого, в принципе, свидетельствуют большое количество трейлеров и подробностей про игру, которые разработчики регулярно нам рассказывают и показывают после анонса. Обо всех подробностях мы обязательно поговорим в этом видео, и давайте начнём с сюжета игры, а также особенностей сюжетной кампании. Большого количества подробностей про завязку, к сожалению, нет. Видимо, разработчики не хотят спойлерить нам саму историю и держат интригу, однако кое-что нам всё же известно. Действие игры развернётся во времена СССР на острове, который был изолирован некой аномалией, сильным штормом, который бушует вокруг. Судя по тому, что говорят в трейлерах, наш герой оказался на острове то ли из-за какой-то катастрофы, которая случилась с ним и его отрядом, то ли из-за чего-то злого умысла. В любом случае, он заперт на этом острове, и теперь ему надо разобраться, как с него выбраться, по пути выполняя различные задания для тех, кто на этом острове рулит ситуацией. Были ещё какие-то намёки на то, что наш герой должен был умереть, но почему-то остался жив, дескать, он какой-то особенный, и у него есть какие-то необычные способности. Видимо, с этой интригой нам тоже предстоит разобраться. На определённой способности намекает и то, что нашего героя будут называть жнецом из-за каких-то событий, которые произойдут в начале сюжета игры, но о которых нам опять же ничего разработчики не сказали. А вот про особенности сюжетной кампании известно чуть побольше, чем о её завязке. Во-первых, несмотря на то, что пионеры позиционируются как ММО-шутеры, сюжетку можно будет полностью пройти в одно лицо, как будто это синглплеерная игра. Во-вторых, мир игры будет поделён на регионы, каждый из которых будет таким своеобразным открытым миром. Размер этих регионов можно достигать до 10 квадратных километров. А также в игре будут и закрыты локации, где будут происходить определённые события, туда можно будет идти и в одиночку, и в составе группы. В-третьих, в игре будут присутствовать элементы нелинейности, спорные вопросы можно будет решить как силой, так и дипломатией. Вроде как, даже некоторых боссов можно будет уговорить на мирное решение вопроса. В-четвёртых, в мире будет 5 крупных поселений, которые будут работать как хабы. Там по классике можно будет торговать, крафтить оружие, обвесы, брать различные задания и так далее. В-пятых, в игре будет реализована динамическая смена времени дня, и в зависимости от него будет меняться окружающий мир игры. Днём активнее всего будут группировки бандитов, можно будет также охотиться на зверей и мутантов, а ночью все уходят спать и выходит какой-то опасный леший, с которым лучше всего не встречаться. Для выполнения главной цели сюжетной кампании нужно будет снова собрать свой отряд и информацию об источнике катастрофы в загадочном сооружении в центре острова, станции под названием «Могильник». «Могильник» создаёт выбросы энергии, которые называют «синим приливом», и это явление необходимо будет исследовать. Для сбора отряда нужно будет объединяться с различными группировками, рекрутировать оперативников, выполняя их уникальные задания. Помимо сюжетных заданий в игре будут задания фракций. Основных фракций игры вроде 4 штуки, но всего их 7. На сайте разработчиков перечислены бандиты, военизированная группировка «Бригада», местные аборигены и ставики, языческая секта «Культ Ворона», сообщество охотников «Стражи», служба безопасности «Могильника Сумрак» и засекреченная организация «Инициатива». Будет также система лояльности, влияющая на отношения с этими фракциями, цены у торговцев и так далее. И вот это все подробности про сюжет и сюжетную кампанию, которые я смогу найти. Если у вас есть денег что-то добавить, обязательно пишите в комментариях, а мы с вами начинаем обсуждать визуал. Тут я сразу скажу, что игра выглядит просто великолепно. Большое количество деталей в графике, освещение, атмосфера, всё прям как мы любим. Разрабатывается игра на движке Unreal Engine 4, и я надеюсь, разработчики не надумают внезапно переходить на 5-й Unreal, так как с ним хорошо справиться могут на самом деле крайне малое количество игровых студий. Большинство игр, которые выходят сейчас на 5-м Unreal, выходят с проблемами. Плюс это ещё отсрочит выход игры. Да и 4-й Unreal даёт отличную картинку. Многие сравнивают игру со Сталкером, и понятно почему. Бандиты, группировки, открытый мир, задания, торговля. Но, как по мне, внешняя игра гораздо ближе к серии Metro 2033, если говорить о дизайне локаций и оружия. И это скорее хорошо, чем плохо. Ещё игра своей излишней любовью к повышенной резкости в изображении местами напоминает Escape from Tarkov. Единственное, к чему мне хочется слегка прикопаться, так это цветовой гамме, которой немного не хватает разнообразия. Даже в зелёных лесах всё иногда какое-то коричневое, серое, грязноватое. Однако это уж придирки. Возможно, это просто проблема монтажа в трейлерах. В целом, игра выглядит очень достойно. Сеттинг постапокалипсиса в советском окружении тут прослеживается тоже меньше, чем в Сталкере. И ближе к какому-нибудь Фоллауту в СССР. Ну или опять Metro Exodus. Мне бы хотелось, чтобы в игре были действительно разнообразные локации и каждый регион мира обладал индивидуальностью и персональной атмосферой. Но по трейлерам это сложно сказать. Тут надо ждать релиза и следовать локации. К тому же, в том же интервью с Топгеймом, разрабы говорили, что большую часть локаций ещё не показывали. В общем, можно сказать, что визуально и по атмосфере у игры несколько вдохновителей. Прежде всего серия Metro, чуть в меньшей степени серия Stalker и щепоточка Таркова и Фоллаута. Из последнего сюда, например, перекочевал аналог Пипбоя. Хотя это уже больше относится к геймплею, а геймплей, как известно, самое важное. Вот давайте о нём и поговорим. Прежде всего, в ММО-шутерах одну из важнейших ролей играет, конечно же, стрельба. Разнообразие и кастомизация оружия. С этим тут всё в порядке. В игре нас ждёт более 20 видов стрелкового вооружения. Часть пушки является копиями реальных, а часть полностью выдуманные. Выглядит стрельба в трейлерах вполне достойно. Хотя, как я уже не раз говорил в своих видео, по трейлерам полностью оценить стрельбу и ганплей нельзя. Тут нужен именно игровой опыт. С кастомизацией вроде как тоже всё очень хорошо. В трейлерах показана довольно стандартная, но детальная кастомизация с прицелами, обвесами, магазинами и так далее. Однако самое важное в кастомизации, конечно же, то, как оно будет влиять на геймплей. А тут снова нужно релиз, чтобы понять это до конца. В любом случае, то, что показано в трейлере, выглядит отлично. Надеюсь, что реально каждое оружие будет чувствоваться по-разному, и его можно будет детально кастомизировать и улучшать. Помимо стрелкового оружия, есть и мили. Хоть его и сильно меньше, чем стрелкового. Выглядит милибой где-то, ну, на уровне Atomic Heart, что неплохо, хотя лично я являюсь крайне не любителем милишных боёв от первого лица. Так что надеюсь, что игра не будет тебя форсить, использовать мили оружие постоянно, потому что у тебя там не будет патронов и так далее. Мне бы хотелось, чтобы вот этого было поменьше. Сам геймплей строится вокруг выполнения заданий, как сюжетных, так и побочных. В каждом регионе у вас будет одно основное сюжетное задание и цепочка фракционных заданий. Основной упор в игре идёт на ПВЕ. Все квесты можно будет проходить в пати. Причём квеста, где подразумеваются диалоги, в этих диалогах сможет принимать участие вся команда. Как я понял, путём голосования за варианты. Другие игроки не могут вам помешать выполнять ПВЕ-квесты. Вы их просто не будете видеть. Всё это приблизит игровой опыт к соло или кооперативному прохождению такой прям обычный экшен-РПГ. Однако про ПВП не забыли. Оно тоже тут присутствует и будет проходить в специально отведённых для этого игровых зонах. То есть ждать открытого мира, где все друг друга убивают и лутают, как в каком-нибудь DayZ, не стоит. В ПВЕ-наказании за смерть персонажа будет постепенная поломка снаряжения, которое надо будет чинить, а в ПВП-зонах ещё и часть лута теряется. Больших подробностей про варианта активности в игровом мире, к сожалению, пока что нет. Могу только добавить, что разработчики обещают регулярно добавлять новый контент, расширять игру как новыми предметами и оружием, так и локациями. По словам самих разработчиков, ориентироваться в этом подходе они будут на игры The Elder Scrolls Online и Final Fantasy XIV. Как ярый игрок в ТСО, я могу сказать, что это означает выход платных дополнений с новыми локациями, квестами, боссами и подземельями. По крайней мере, именно так делают разработчики Elder Scrolls Online. Если разработчики Пионера вдруг будут давать нам бесплатные дополнения, то им будет прям низкий поклон. Ну тут, как говорится, поживём, увидим. Отдельно скажу про озвучку и музыкальное сопровождение. Озвучкой этой игры занимается небезызвестная команда Game Voice, которая максимально уважаемая и почитаемая. Если кто не знает, то эти ребята делали неофициальные озвучки Call of Life Alyx, Star Wars Jedi Survivor и Hogwarts Legacy. Задействовано более 60 профессиональных актёров озвучания, которые озвучивали около 180 персонажей. Тут я был у новеньких за старшова. Наставник по кооперативу и всяким делам. Ай, я его по доброте душевной в свою мастерскую пристроил. Не местный, то есть ты не с перевала. Насчёт музыки тоже вроде всё отлично. Помимо того, что трейлеры игры обладают хорошим музыкальным сопровождением, нам также известно, что общая продолжительность саундтрека превысит 2 часа. Главную музыкальную тему сочинил оркестровый коллектив Encia Orchestra, а сюжетные и атмосферные треки написал Игорь Мадлинский. Композитор игры стал Крафт. Ну и напоследок, вот вам ещё пачечка интересной инфы. Игра будет распространяться по модели buy-to-play, то есть покупаем и играем. Никакого free-to-play дрочева тут нет, что очень и очень радует. Единственное, что напрягает, непонятно пока что, как будет продаваться игра на территории России и Беларуси. В других странах игру будут спокойно издавать зарубежные издатели. А у нас пока издатель неизвестен. И я надеюсь, что это будет не Mail.ru, которые, как с Atomic Heart, там зафорсят скачивать их в Ак-плей. На данный момент страницы в 7 у игры нет. Итак, это все подробности, которые мне удалось нарыть про игру. Если у вас вдруг есть чем дополнить видос, конечно же, пишите обязательно в комментариях. Я и те, кто смотрят, будут очень сильно вам благодарны. А я расскажу, что же я в целом думаю об этой игре. Пионер выглядит крайне достойно, как ещё один хороший проект, который может получиться у наших разрабов. Имеется приличная графика, хорошая задумка, реализацию которой долго ждали большое количество игроков. Игра, где можно с друзьями бегать по постапокалипсису времён СССР и вместе выполнять квесты. А если захочется пвп-заворух, то и такое тут тоже имеется. Это очень амбициозный проект, на который я возлагаю большие надежды. Но меня немного напрягает отсутствие подробностей по поводу вариантов активности в игре. И то, что у игры до сих пор нету страницы в Стиме. Игра была анонсирована в 2021 году. Сначала её обещали выпустить в 2022, потом перенесли на 2023, сейчас приносят на 2024. Это всё тоже немножко напрягает. Очень бы хотелось в скором времени увидеть не геймплейную нарезку, а полноценный, беспрерывный геймплей игры, где мы более подробно узнаем, чем же нам там предстоит заниматься. Ну и конечно же, не хотелось бы ещё одного переноса, хотя разрабы и не называли конкретную дату выхода в 2024 году. Надеюсь, это будет не декабрь. Вот и всё. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Ждёте вы её или не ждёте. Не забывайте подписываться на канал, если вы тут первый раз. Ставить лайк и, конечно же, приходить к нам на Твич и в Телегу. А на сегодня это всё. С вами был Мародёр 120 Гигабайт. Жёстких всем респектов. Йоу!